Мое маневрирование с косметикой, создающее визуальную иллюзию, в основном базируется на многолетней практике, мужском вкусе и безграничной любви к женской красоте. Все остальное уже остается за кадром и наверняка войдет в мемуары. Но пока увлажняющая сыворотка от Лауро Мерси прекрасно освежит кожу. И по всем канонам нужно бы начать с тона, хотя решаю немного отступить от правил и перейти сразу к основному акценту. И для начала я подготавливаю века базой от Романова Мейкоп. Равномерно нанес и слегка зафиксировал матирующей пудрой. В этом видео постараюсь показать и объяснить некоторые нюансы прорисовки моей любимой чайки. Точнее стрелки в моей версии. Я предпочитаю начинать с прорисовки карандашом. Сегодня это Ланком и первое что рисую это не линию по ресницам, а сам кончик стрелки. То есть направление, толщину и пропорции крыла моей чайки. Все зависит от формы века. Я исхожу не от моды глянцевой богемы, а скорее своего личного вкуса. Тем более что модель очень фактурная и графически выразительная стрелка будет стилистически оправдана. А я тем временем делаю более выразительную прорисовку по линии ресниц и соединяю все детали стрелки. И затем кистью выполняю широкую растушевку. Для более четкой прорисовки стрелки я использую подводку фломастер от Maybelline. Здесь важно сохранить цельность и лаконичность не уходя в чрезмерную детализацию. Я постоянно адаптирую форму, так как мне важен результат при открытых глазах со всеми гравитационными нюансами. И в случае вопросов всегда можно сделать легкие поправки мицелляркой. В принципе я не планировал расцветастое живописание. Так что черным карандашом убираю визуальные последствия гравитации века. Основной акцент у нас есть. И думаю пора переходить к остальным маневрам. Состояние кожи вполне приличное. И в тинт от Laura Mercier я добавил немного жидкого халайтера от Soda. Перемешав компоненты я равномерно наношу полученный сияющий BB на лицо. И стараюсь сохранить свежую кожу с воздушным эффектом. Теперь можно заняться треугольником красоты. Я использую корректор и тач из личных закромов модели. Планомерно высветляю центр лица, маневрируя с плотностью продукта. Начинаю наносить продукт кистью, затем подушечкой пальца. Делаю легкую растушевку, особенно на деликатной коже под глазами. Вы же понимаете, здесь важно найти нужный баланс между желаемым результатом и повседневными реалиями. Карандашом от Men Le Pro решил выполнить скульптирование. Не то чтобы я впал в профессиональную ностальгию, но на склонной к сухости кожи хотел бы использовать более кремовый продукт. И пока поверхность кожи еще слегка влажная, я использую пудровый румяна от L'Oreal. И тут необходима легкая рука. Понятно, что все мое живописание по лицу необходимо очень деликатно и легко припудрить. Так что я использую уже классическую HD пудру от Mecca Forever. И выполняемый традиционный вальс пудроведа. А вот перед нанесением туши решил использовать базу для ресниц от Evelyn. По идее, хорошая штука, хотя и надо подождать, пока продукт закрепится. И уже затем усиливаю ресницы тушью от L'Oreal и делаю это довольно-таки густо. Внутренний светлый каял на нижнем веке от Essence вполне оправдан. Тот самый случай, когда он как раз в тему. И карандашом от Mecca Forever слегка подчеркиваю их форму бровей и стараюсь не перегрузить интенсивность. Прорисовка роскошных губ не самая трудная задача. Безымянным карандашом я усиливаю их форму и затем очень деликатно высветляю кожу по внешнему контуру. И скажем так, с молчаливого согласия моей модели под занавес нашего спектакля, я обильно наношу многоцветный блеск от Vivienne Sabo. А что из увиденных маневров пригодится в повседневной жизни, решать вам. Я могу лишь пожелать удачи и красивых вам макияжей.